Наказательства с приклеиванием друг к другу двух картинок, составленных из ничерных чисел. У нас это было в позапрошлый раз, в прошлый раз это тоже немножко обсуждалось, но, судя по лицам в прошлый раз, мне кажется, что взаимосвязь между этой картинкой и крестиками-ноликами все-таки большинство тогда было не помнено. Так давайте я сейчас максимально подробно расскажу эту самую историю. Что у нас будет для любой картинки, которая начинается с тройки и заканчивается, это специалийство бесконечности, сюда, молики, а куда крестик. И здесь, когда идет в произвольном порядке, крестики и молики, например, вот так. Мы определяли, что такое центр этой картинки. Это какой такой картинке? Мы каким-то образом получали диаграмму. Давайте я сейчас объясню, как на самом деле это очень легко, что называется, нарисовать. Для этого проще начать с диаграммы. Представьте себе, что у вас есть абсолютно произвольная диаграмма, составленная из клетчика. Я сейчас ничего не выбираю, просто рисую, что называется, как получится. Из одинаковых клеточек на клетчатой бумаге составлена, например, вот такая вот диаграмма. Замечательно, у нее есть какое-то количество клеток. Давайте сделаем так. Когда мы, начиная движение, будем одно направление отмечать крестиком, а другое направление будем отмечать ноликом. Ну, неважно, какой крестиком, какой ноликом. Например, давайте так. Вот это, пусть будут крестики. Итак, здесь вот спускаемся, здесь крестик и здесь нолик. Господа, у нас получилось абсолютно понятное последовательное. Давайте я ее выпишу в строчку. Итак, крестик, нолик, крестик, крестик, нолик, крестик, нолик, три крестика, нолик, нолик, крестик, нолик. Как мы договаривались, нужно написать с одной стороны, что называется, до бесконечности нолики, с другой стороны нужно до бесконечности написать крестики. и так здесь пишем то бесконечности а содержать вот вот это вот содержать начать в прошлый раз было понятие с давайте поймем что это здесь совсем просто если вы движетесь по бисектрисе то есть по прямой и граммой по вы разумеется в какой-то момент пересечете границу диаграмм вот у вас есть диаграмма юга такая картинка из клеточек разумеется когда начали картина то вы в какой-то момент пересечем смотрите что такое это количество крестиков до этого места а что такое ордина это количество 0 это центральная клеточка давайте посмотрим где она здесь крестик нолик 2 крестика нолик листик это такое место что слева крестиков столько же сколько справа ноликов действительно здесь четыре крестика здесь четыре нолика действительно есть такой вот центр отлично давайте теперь вспоминать для чего вообще мы использовали вот эту самую диаграмму из ноликов и крестиков там была такая идея мы и нажали на скобки давайте вспоминать потому что уже не первый раз у нас идет лекция книжки написано ку я когда же на лекция писать так разумеется не вопрос математики это вопрос того я как-то с самого начала как нашим вот так давайте напишем что так когда перемножаешь это получится сумма теперь давайте вспомним сумма чего по моему там было примерно так у в степени m квадрат z в степени и там еще была вторая сумма п п п п от к умножить на у в степени 2к к пробегает значение от нуля до бесконечности ну давайте давайте вспомним что называется вспомним полностью как это замечательное тушительство это доказывалось и откуда все это берется и так что написано слева здесь произведение берется по всем что написано справа и почему диаграмма которая вот представляется этими крестиками такая картинка честное слово не очень сложная картинка почему она действительно доказывает это так вот для этого в первую очередь надо вспомнить что такое это количество разбиение количество чего числа к на слагаемые при этом не требуется чтобы слагаемые разными чем ты просто на не одна числа на направлении слагаемые считаем что п от нуля равно единице п от единицы единица п от двойки это уже двойка потому что либо два либо один плюс один ну и так далее вот кстати нам на доске новой экране там таблица этой самой функции п видите как она растет довольно бодро то есть функция п от четырех это пять от пяти это семь от девяти уже там тридцать сколько меньше тридцать да от пятнадцати стоять шесть а от девяносто пяти уже сто четыре миллиона 651 тысяча четыреста девятнадцать то есть функция п она не катастрофически но очень быстро очень возрастает так наша цель сейчас вот там вверху вот тут тоже здесь вот так правда у меня на доске написано буквы у меня на доске написано буквы и з а там на доске написано буквы кунь з то есть у меня у там кунь но и не гарантия это вопрос обозначения и так что же это на самом деле за спутник вот что понятно что такое это один плюс у з один плюс у куб з один плюс у в пятый з и так до бесконечности вот мы перемножаем бесконечное количество скобок и кроме этого у нас еще есть такие скобки один плюс у одна зетовая один плюс у в кубе разделить на з и так далее и так далее и так далее огромное количество точнее бесконечное количество таких множителей наша цель раскрыть все скобки сразу понятно что когда вы будете раскрывать скобки у вас у будет все время накапливаться в какой-то степени поэтому вы можете так написать что единицу получить можно единственным спросом если вы хотите получать y в первой степени то как это можно получить можно взять либо yz либо можно взять yz-1 поэтому здесь обязательно будут такие склада у в девки и у REALLY понятно как получить у в квадрате в данном случае единственное спасибо вот умножить их поэтому так и будет у в квадрате. Как получить у в кубе? Ну, тоже несложно. Надо или вот так взять, либо вот так взять. Значит, у нас будет у в кубе, z в минус первой, и у в кубе z. Как получить у в четвертую? Здесь уже так нужно взять. Можно либо взять вот так, либо взять вот так. Значит, пойдет два у в четвертую. Как получить у в пятой? Нужно взять один, один и три. Так бывает. Давайте я аккуратно напишу, значит, у в пятой. Какое, интересно, бывает. у в четвертую. Нет? И отсюда. Это будет z в минус первой. Или можно сделать так. Можно взять отсюда. Это будет z. Значит, у в пятой z, у в пятой z в минус первой. Так, как еще можно взять? Можно просто здесь взять у в пятой z, и можно здесь у. в пятой z в минус первой. Поэтому еще коэффициенты два. Ну, ребят, и так далее. До бесконечности надо все это перемножать. Вот утверждение состоит в том, что можно как бы сразу сказать ответ. То есть написать вот такой ряд. Давайте я его аккуратно напишу. Сумма поэмут таких штук. Это что такое? Это когда их переформает быть единица, потом будет у в четвертой z в минус второй, и z в второй, вот. Потом пойдет у в девятой z в третьей, и у в девятой z в минус третьей, и так далее до бесконечности. И вот такой ряд нужно уложить на ряд, зависящий только от y. Это что такое будет? Это что такое будет? Единица плюс p от единицы, это будет y в квадрате, p от 2, это у нас будет 2, y в четвертый, p от 3, y в шестой, p от 4 сколько? 5. 5. 5, y в десятый, ну и так далее, да? Давайте, кстати, посмотрим, соответствует это тому, что мы вот здесь вот насчитали или не соответствует. Когда будем перемножать, единица получается, y в квадрате получается вот так, y в квадрате получается вот так, y в квадрате получается вот так. Откуда получается 2y в четвертый, господа, откуда получается 2y в четвертый, а вот отсюда, 1 на 2y в четвертый, хорошо, 2y в пятый z, это вот так, слушайте, мне ничего хорошо, в общем так. Я алгебраическое доказательство этого тождества уже вам рассказывал. Моя цель сейчас еще раз внятно объяснить доказательства комбинаторных, каким образом мы при помощи вот этих вот диаграмм с крестиками и ноликами способны, так сказать, понять эту штуку. Ну вот, господа, как это делалось? Мы вводили на диаграмме из крестиков и ноликов какое-либо место. То есть здесь вот есть центр, и мы не обязательно от центра отсчитывали, мы сдвигались на какое-то расстояние вперед или назад. И после этого каждый диаграмм мы вводили понятие количество беспорядков. Кстати, когда вот она так нарисована, то что такое это самое количество беспорядков? Помните, количество беспорядков это количество крестиков, практически пара крестиков в ноль, где крестик стоит левее, чем ноль. Смотрите, господа, вот есть какой-нибудь крестик, который стоит левее, чем ноль. Понимаете ли вы, что есть ровно одна клетка на пересечении этой вертикали и этой вертикали? Значит, количество беспорядков, которые мы тогда подсчитывали, это не какое-то такое странное, непонятное число, а это просто проще. Потому что каждая клеточка соответствует какому-то крестику над ней или какому-то нолику справа от нее. Значит, то самое количество, которое мы подсчитывали, это в точности площадь, то есть количество клеток для камней. Отлично. Теперь давайте я напомню, что мы, собственно, делали. Мы говорили, что количество диаграмм с данной площадью, это и есть вот та самая функция P. Потому что по определению, функция P от числа K, это количество способов число K представить в виде суммы разных чисел. Если мы эти слагаем, и будем писать в порядку, начиная с самого большого, и потихонечку на таком же отборе, оставаясь и левую, то мы получаем в точности диаграмму ноль. То есть, прификсированном в количестве клеток, в количестве таких диаграмм мы их ставим. Так вот, можно подсчитывать количество таких диаграмм, кодируя любую такую диаграмму при помощи нечетных чисел. Давайте я напомню, что это была закодировка. Скодировка была очень простая. Давайте отсчитывать. Мы берем любое место на эти картинки. А на самом деле, даже можно представлять себе, что продолжение у нас такое и такое, да? То есть, сюда на бесконечность идут крестики, туда на бесконечность идут нолики. И поэтому, в принципе, отсчитывать до такого места, это не страшно. Просто у нас, в принципе, есть любая строчка из крестиков и ноликов. Мы ставим в произвольное место какой-то такой знак, и от этого знака пишем, что называется, числа. То есть, чтобы получились нечетные числа, мы делаем очень просто. Я точно помню, что я договорился, что вот это расстояние между любыми двумя, пусть будет равна 2, это абсолютно понятно, да? Расстояние будет равна 2. И вот это расстояние считал равной единицей. Поэтому числа, которые будут выписаны, например, вот на этой картинке, они абсолютно понятны. Здесь будет выписано число 3 с одной стороны, и будут выписаны числа 7, 9, 11 пропущено, 12 пропущено, 15, 17 и 19 с другой стороны. 2А1 минус 1, 2А2 минус 1 и так далее, 2АРТ минус 1. Это что такое? Это расстояние от точки, от которой мы отвечаем, расстояние до, ну, извините, левых крестиков. Левых не в каком-то нехорошем смысле, а вот здесь левых, тех, которые слева от точки Р9, да? А вот эти вот числа, 2Б1 минус 1, 2Б2 минус 1 и так далее, 2БСТ минус 1, это расстояние до правых нольков. Расстояние до правых нольков. Отлично. Вот сейчас нужно понять, что ничего сверхъестественного в этом абсолютно нет. У нас есть любая картинка из крестиков и ноликов. Известно, что она бесконечная влево с ноликами, с какого-то момента только ноликов на влево, с какого-то момента и справа только крестники. По любой такой картинке мы можем выписать такие вот числа. И дальше все, что мы должны сделать, это понять по такой картинке, сколько будет, вот, какова будет площадь этой самой диаграммы. Потому что мы хотим на каждой такой картинке приписать какое-то число. Отлично. Итак, диаграмм данной площади К имеется всего П от каждого. Мы пытаемся по вот этим числам А и В посчитать. Все, что для этого нужно сделать, это понять, что бывают беспорядки следующие. Бывают беспорядки, которые образованы ноликами, расположенными справа, и крестиками, расположенными слева. Количество таких беспорядоков посчитать довольно легко, потому что каждый из левых крестиков, разумеется, образует беспорядок с каждым из правых ноликов. Так, соображаем, левых крестиков n штук, а этих самых ноликов их сколько? Их n штук. Все, значит, вот столько беспорядков у нас уже почти. Теперь, бывают следующего типа. Бывают, когда крестик здесь и нолик здесь. И бывают беспорядки еще такого типа, когда, наоборот, крестика и нолик расположены с этой стороны. Так, давайте смотреть, что называется, как это будет здесь. Вот, если мы с вами смотрим на крестик, то мы можем просто-напросто сказать, чему равна от этого крестика, сколько, в принципе, мест до этого места. Если мы знаем, что число равно, например, трех, то что это на самом деле означает? Это означает, что он стоит вот в этой позиции, правильно? Что равно трех. Значит, сколько, в принципе, мест до вот этого. Оттройте сюда. Одно. А? Одно. Одно. Отлично. Как там взять формулу? Сначала для А1. Надо взять из вот этого количества, это есть 2А1 минус 1. Мы, по-честному, если вычесть единицу и разделить на 2, правильно? Отлично. Так и пишем. 2А1 минус 1. Минус 1 разделить на 2. Столько мест от первого крестика до начала. Ну, хорошо. Заметьте, пожалуйста, если они у нас, если есть, то это же 0, поэтому с ним беспорядок будет. Теперь, где-то там мы еще стоять крестик на номере А2. Но тогда нужно считать не все количество кмеров, а еще вычесть. Потому что один крестик там же есть, он бы с этим один. Поэтому формула будет такая. 2А2 минус 1, минус 3 пола. И так далее, и так далее, и так далее. Потом будет 2АРТ минус 1, минус 2Р минус 1, 2А1 минус 1, еще минус 1 пополам. Это столько... Бои все правильно. Отлично. Еще бывают вот такие места. Их надо прибавить. Так, прибавить что? 2АРТ минус 1, минус 1, минус 1 пополам. 2АРТ минус 1, минус 3 пополам. И так далее, и так далее. 2АРТ минус 1, 2АРТ минус 1, минус 2АРТ минус 1, это пополам. Обозначения не совпадают с тем, что у нас было тогда. Тогда мы одно количество обозначили одной буквы, а другое суммой этой буквы и еще одной. То есть, на самом деле, сейчас у меня все правильно, но тогда мы сделали так. Мы обозначили, что у нас отклонение новой буквы. Так, это мы сейчас все сделаем. С, это будет Р плюс Т. Пишем, что С, это будет Р плюс М. Потому что только тогда наша формула приобретет тот вид, который на самом деле нам нужен. Итак, в этом месте тогда будет стоять Р квадрат плюс РМ. Кстати, Р может быть, в принципе, отрицательным словом. Это, пожалуйста. И сейчас вот эту длинную страшную сумму мы с вами должны записать вот каким образом. Во-первых, нужно понять, что здесь есть все вот эти вот Ашки. Здесь есть все вот эти вот Бшки. Прямо так их пишут. 2А1 минус 1, 2А2 минус 1 и так далее, 2АРТ минус 1, потом идут 2Б1 минус 1 и так далее, 2БР плюс М минус 1. Вот, это все наши нечетные числа. Зеленная на 2. После этого идет следующее. Вот это Р квадрат, РМ. Дальше, со знакомым минус идут нечетные числа, по порядку, 1, 3, 5 и так далее, вплоть до 2М минус 1. Их сумма это Р квадрат, значит, дальше идет Р квадрат пополам, пополам это из должности задания. А здесь идут они вплоть до С этого места. То есть, на самом деле, Р плюс М в квадрате на Р и Н. Вот сейчас мы с вами должны понять, что это такое. Умножить на 2. 2Ф квадрат плюс 2ФМ минус Р, минус Р, минус Р, квадрат минус 2РМ и минус Р. Ну, пополам это святой, я прежу пополам. Но важно, что это минус М квадрат пополам пришли к замечательной истории. Что вот это длинное выражение я могу просто по А у 7 класса заменить на минус М в квадрате. Теперь вопрос вышел. Потому что, казалось бы, здесь нечетное число делится на 2. Здесь М квадрат делится на 2. Какое это имеет отношение к этому должности? Я убеждаю, что я сейчас на самом деле доказал вот эту должность. Давайте подумаем, что называется, какая между ними связь. А вот такая, чтобы стало, чтобы это все понятно, я могу переписать вот эту должность, везде написав вместо Y корень. Смотрите, что тогда, здесь будут скобки произведения по всем числам n. Единица плюс Y в степени 2n минус 1 пополам. Это те самые половинки нечетных чисел, какие здесь. Вторая скобка. Единица плюс Y в степени 2n минус 1 пополам. Z в минус 1 степени. Казалось бы, зачем? А вы зачем? Эти Z и Z в минус 1 контролируют вот эту штуку. Если вы хотите, в конце концов, получить Z в степени m, то вы должны взять на m множители отсюда больше, чем отсюда. Замечательно. Итак, теперь смотрю в правой части здесь, что написано. А написано, очень понятная вещь. Сумма по всем целым числам m. Y в степени m квадратно пополам. Так. Умножить. Так, у меня k пробегает не отрицательное значение. Умножить на p от k. Умножить на y в степени k. И на z в степени m. Так, ну, господа, давайте подумаем, как связано вот это и вот это. Вот если вы захотите получить какую-то k в степени, то вы пишите вот здесь вот такое равенство. k равно вот это. Переносите m квадратно пополам налево и получаете то самое. k в степени и m квадратно расследить на 2. Z в степени, потому что часть вложителей выбрали отсюда, а часть отсюда. И именно в нужном количестве. Вот это было то самое комбинаторное доказательство. Я объяснил, что диаграммы с данным количеством беспорядков между 200 и 0, или то, что мы диаграмм данной площади, их в точности b от k от 6. Вот это самое количество таких диаграмм. При этом я подсчитал количество этих беспорядков. Вот оно выписано от меня от такого замечательного. Ну и, собственно, я считаю, что... Учитывается, на картинке какие угловатые штуки из квадратиков, куда я говорю вы. Давайте поймем, чему это соответствует. Вот на этой картинке. Очень просто. Если вы будете отсчитывать, я не знаю, какое-то место, например, от этого места, проводите вот такую диагональ, то смотрите, что у вас получается. Когда вы будете смотреть номера крестиков, которые слева, у вас на этой картинке получатся числа 1 и 5. Будете смотреть номера роликов, которые справа, у вас будут получаться, соответственно, числа 3, ну, я не знаю, сколько здесь, 3, 5, 7. Вот я даже боюсь считать. Вот. А тот самый квадрат, он появится вот с этой стороны. И он нам нарисован. Да.